Дорофей Попросил Дорофей Попросил Дорофей Попросил Дорофей Попросил Дорофей Попросил Дорофей Попросил не только тому, что мы сделали, но и тому, как все просто, и тому, что есть, ну и тому, о чем мы думаем. Скажите, а кто из вас уже смотрел мои доклады про Валджи? Это хорошо, что довольно много людей, которые не смотрели, потому что я начну с самой простой вещи. Если вдруг у вас есть кластер Postgres, а я думаю, у каждого есть по парочке с собой, и вдруг еще нету системы резервного копирования, то вам нужно получить любое S3 совместимое хранилище или Google Cloud совместимое хранилище. Например, вы можете подойти к нам на стенд и взять промокод на Яндекс.Обжект.Сторидж, который S3 совместим, после чего создать бакет, это просто контейнер для информации, создать сервисного пользователя, создать сервисному пользователю ключ доступа или AWS S3-Key, скачать последний стабильный релиз в Валджи. Чем отличаются наши пререлизы от релизов? Меня часто просят сделать релиз пораньше, но, к сожалению, если в версии не находится бага достаточное время, ну, например, месяц, то я выпускаю релиз. Вот этот вот релиз от ноября, это означает, что каждый месяц мы находили какой-то баг, обычно в некритичной функциональности, но выпустить релиз до сих пор мы не выпустили. Вот предыдущая версия, только ноябрьская. В ней нету известных нам багов. То есть баги добавлялись по ходу развития проекта. После того, как вы скачали в Валджи, вы можете выполнить нехитрую команду backup-list, передав переменное окружение, и она соединится с object-storage и сообщит вам, какие бэкапы у вас есть. Но поначалу у вас, конечно, бэкапов не должно быть. Но смысл этого слайда в том, чтобы показать, что все довольно просто. Это команда, консольная команда, которая принимает переменное окружение и выполняет под команды. После этого вы можете сделать свой первый бэкап, сказать в Валджи backup push и указать в Валджи расположение баги-дата вашего кластера. Ну и, скорее всего, Postgres вам скажет, если у вас еще нет системы резервного копирования, что вам нужно включить archive-mod. Это означает, что нужно пойти в настройки и включить archive-mod on и добавить archive-command, которая точно так же является под командой Валджи. На эту тему люди часто почему-то используют баш-скрипты и делают какую-то обвязку еще вокруг Валджи. Пожалуйста, не делайте так. Делайте только функциональность, которая есть в Валджи. Если вам чего-то не хватает, пишите в GitHub. Валджи предполагает, что он единственная программа, которая запускается в archive-кованде. Мы используем Валджи в основном для создания high-availability-кластера в Яндекс.Менеджер-дейтабейзе. И он используется обычно в топологии из одного мастера и нескольких стендбаев. При этом делает резервные копии в Яндекс.Обжект.Сторидж. Основные сценарии, которые оптимизируются. Ну, самый частый сценарий – это создание копии кластера с использованием point-and-time recovery. Но в этом случае для нас не так важна производительность системы резервного копирования. То есть нам просто нужно налить новый кластер из бэкапа. Обычно система резервного копирования нам нужна при добавлении нового узла. Производительность системы резервного копирования нам важна при добавлении нового узла. Почему это важно? Обычно люди добавляют новый узел в кластер, потому что существующий кластер не справляется с читающей нагрузкой. Им нужно добавить новую реплику. Если мы добавим нагрузку от бэкапа на мастер, мастер может сложиться. Поэтому нам очень важно было, чтобы мы могли быстро налить новый узел из архива, создавая минимальную нагрузку на мастере. Ну и другая схожая ситуация – это необходимость переналивки старого мастера после переключения мастера-кластера из дата-центра, с которым была потеряна связность. В итоге, формулируя требования к системе резервного копирования, мы поняли, что бэкап нам, конечно, не подходит при эксплуатации в облаке, что мы хотели бы иметь возможность сжимать наши данные. Сжатие данных предоставит вам почти любая система резервного копирования, кроме того, что есть в коробке. Мы хотели бы параллелизовать все, потому что пользователь в облаке покупает большое количество процессорных ядер. Но если у нас нет параллелизма в какой-то операции, это большое количество ядер становится бесполезным. Нам необходимо шифрование, потому что зачастую это не наши данные и нельзя их просто хранить в открытом виде. Кстати, именно с шифрования начался наш contribution в LG. Мы дописали шифрование в LG, после чего мейнтейнеры проекта спросили, а может дальше кто-то из нас займется и развитием проекта. И вот с тех пор, год с лишним, я коммичу в LG. Также нам необходим был троттлинг ресурсов, потому что со временем эксплуатации облака мы выяснили, что иногда у людей бывает важная продуктовая нагрузка ночью, и этой нагрузке крайне нельзя мешать. Поэтому мы дописали троттлинг ресурсов и всякие полезные вещи типа верификации, которые тоже очень нужны. Мы рассмотрели множество различных тулзов. К счастью, у нас огромный выбор в Postgres. И везде нам чего-то не хватало. Какой-то одной небольшой функции, какой-то небольшой особенности. И рассмотрев существующие системы, мы пришли к тому, что мы решили развивать в LG. И он тогда был новым проектом. Довольно легко было повлиять на развитие в сторону именно облачной инфраструктуры системы резервного копирования. Основная идеология, которой мы придерживаемся, это, что в LG должен быть простым, как балалайка. В Екатеринбургском офисе я не нашел балалайки, нашел только укулеле. Вот это еще один разработчик, который занимается системой с укулеле. Ну и у укулеле четыре струны, поэтому у LG четыре команды. Это заархивировать вал, и получить вал, и сделать бэкап, и получить бэкап из системы резервного копирования. На самом деле, конечно, у LG есть и менеджмент этих бэкапов, то есть листинг и удаление валов и бэкапов в истории, которые уже на данный момент не нужны. И одна из критически важных для нас функций – это создание дельтакопий. Дельтакопия означает, что у нас создается не полный бэкап всего кластера, а уносятся только измененные страницы измененных файлов в кластере. Казалось бы, это функционально, это очень похоже на просто возможность восстановиться валом. Но вал однопоточный, а дельтабэкап мы можем накатить параллельно. Соответственно, когда у нас есть базовый бэкап, сделанный в субботу, дельтабэкапы ежедневные, и в четверг у нас происходит фейл, нам необходимо накатить 4 дельтабэкапа и 10 часов вала. Это займет примерно одно и то же время, потому что дельтабэкапы катятся параллельно. У нас есть LSN-бэкапы дельты. Это означает, что при создании резервной копии нам необходимо будет считать каждую страницу и сверить ее logic sequence number с LSN-бэкапом предыдущего бэкапа для того, чтобы понять, что она изменилась. Любая страница, которая потенциально может содержать измененные данные, должна присутствовать в дельтабэкапе. Как я говорил, довольно много внимания было уделено параллелизму. Но API архива в Postgres последовательная. То есть Postgres архивирует один val-файл и при восстановлении он запрашивает один val-файл. Когда база данных запросила val-файл при помощи команды val-fetch, мы вызываем команду val-prefetch, которая подготавливает 8 следующих валов для того, чтобы параллельно качать данные из объектного хранилища. А когда база данных просит нас заархивировать один val, мы заглядываем в архив статус и смотрим, а нет ли уже готовых других val-файлов. И пытаемся закачивать валы тоже параллельно. Это дает существенный выигрыш по производительности, существенно сокращает расстояние в количестве незархивированных валов. Многие разработчики систем резервного копирования считают, что это такая рискованная система, потому что мы опираемся на наше знание внутренностей кода, которые не являются API Postgres. То есть, вообще говоря, Postgres не гарантирует нам наличие папки архив статус и не гарантирует семантику наличия там сигналов у готовности val-файлов. Тем не менее, мы изучаем исходный код, видим, что это так, и стараемся это эксплуатировать. Ну и контролируем, в каком направлении развивается Postgres. Сейчас, если вдруг этот механизм будет нарушен, мы прекратим его использовать. Про val-дельты. В чистом виде LSN-based val-дельта требует считывания любого файла-кластера, который изменился со времени, у которого mod-time в файловой системе изменился с предыдущего бэкапа. Мы долго с этим жили, почти год, и в итоге пришли к тому, что у нас есть val-дельты. Это означает, что каждый раз при архивировании val-а на мастере мы не только его сжимаем, шифруем и отправляем в сеть, но мы его еще и читаем при этом. Анализируем, читаем в нем рекорды, понимаем, какие блоки изменились, и собираем дельта-файлы. Дельта-файл описывает некоторый диапазон val-файлов, описывает информацию о том, какие блоки были изменены в этом диапазоне val-а. И затем эти дельта-файлы тоже архивируются. Тут мы достаточно быстро наступили на то, что мы все распараллелили, но нельзя параллельно читать последовательную историю, потому что в определенном сегменте нам может встретиться конец предыдущего рекорда, вала, который пока нам не с чем состыковать, потому что параллельное чтение привело, что мы сначала анализируем будущее, у которого еще нет прошлого. В итоге нам пришлось непонятные куски складывать в дельта-партial файлы. В итоге, когда мы вернемся к прошлому, мы склеим куски val-рекорда в один, после этого его распарсим и поймем, что в нем менялось. Если в истории нашего парсинга вала образуется хотя бы одна точка, где мы не понимаем, что происходило, соответственно, при следующем бэкапе мы вынуждены будем снова прочитать весь кластер, так же, как мы это сделали бы при обычной LSN-based дельте. В итоге все наши страдания с кодом пришли к тому, что мы заопенсорсили библиотеку для парсинга вала. Насколько мне известно, пока ее никто не использует, но если кто-нибудь хочет, пишите, используйте, она в открытом доступе. В итоге все информационные потоки выглядят довольно сложно. То есть у нас мастер архивирует вал и архивирует дельта-файлы. А реплика, которая делает резервную копию, она должна получить дельта-файлы за то время, которое прошло между бэкапами. Части истории при этом надо будет дополучить валом и его допарсить, потому что в крупные сегменты не вся история укладывается. И только после этого реплика может заархивировать полноценный дельта-бэкап. Но на графиках все выглядит значительно проще. Это загрузка с одного из наших реальных кластеров. У нас есть LSN-бэйзет, сделанная в один день. И мы видим, что LSN-бэйзет дельта-бэкап шел с 3 часов ночи до 5 часов ночи. Это загрузка в количестве процессорных ядер. А вал дельта у нас заняла примерно минут где-то 20. То есть она сделалась существенно быстрее, но при этом более интенсивный обмен по сети был. Поскольку у нас есть информация о том, какие блоки менялись в какое время в истории базы, мы пошли дальше и решили сделать интегрировать функциональность расширения постгресса, которая называется PG Prefolder. Это означает, что когда база на стендбэе выполняет restore command, она говорит в LG, принеси следующий вал файл. Мы понимаем примерно, каким блоком данных в ближайшее время процесс восстановления вала будет обращаться. и инициируем операцию чтения на эти блоки. Сделано для того, чтобы повысить saturation SSD и NVMe контроллеров, потому что накат вала дойдет до страницы, которую нужно поменять. Эта страница находится на диске и отсутствует в пейдж кэше, и он синхронно будет ждать, когда эта страница приедет. Но рядом стоит в LG, который знает о том, что в ближайшие несколько сотен мегабайт вала нам понадобятся определенные страницы и параллельно начинает их прогревать, инициирует множество обращений к диску для того, чтобы они выполнялись параллельно. Это хорошо работает на SSD дисках, но, к сожалению, это абсолютно неприменимо для жесткого диска, потому что мы ему только мешаем своими подсказками. Это то, что есть в коде сейчас. Есть фичи, которые бы мы хотели дописать. Вот на этой картинке видно, что вал дельта занимает короткое время. Относительно короткое время. И это чтение тех изменений, которые произошли в базе за сутки. Мы могли бы делать вал дельту не только ночью, потому что она уже не является таким существенным источником нагрузки. Мы можем считывать вал дельту каждую минуту, потому что это дешево. За одну минуту мы можем просканировать все изменения, которые произошли с кластером. И это можно было бы называть инстант вал дельта. Суть в том, чтобы, когда мы восстанавливаем кластер, уменьшить количество историй, которые нам придется накатить последовательно. То есть количество вала, которое накатывается по сгрессам, должно быть сокращено, потому что это занимает существенное время. Но это не все. При этом, если мы знаем, что какой-то блок будет изменен до точки консистентности бэкапа, мы можем его не менять в прошлом. То есть сейчас у нас пофайловая оптимизация наката вал дельт. Это означает, что если во вторник какая-то таблица была целиком удалена, или какие-то файлы были целиком удалены из таблицы, то при накате дельты в понедельничной и восстановлении субботнего бэкапа мы эти файлы даже создавать не будем. Мы хотим эту технологию распространить на страничный уровень. То есть если какая-то часть файла меняется в понедельник, но при этом будет перезаписана в среду, то при восстановлении на точку в четверг нам не нужно первые несколько версий страницы просто записывать на диск. Но это пока идея, которая активно обсуждается у нас внутри, но до кода пока все еще не дошло. Еще одна фича, которую мы хотим реализовать в LG, она совсем неожиданная. Мы хотим сделать в LG расширяемый, потому что нам нужно поддерживать разные базы данных и хотелось бы иметь возможность одинаково подходить к управлению бэкапами одной тулзой. Но проблема в том, что API MySQL отличается радикально. У MySQL питер основан не на физическом валлоге, а на бинлоге, который логический по сути. И у нас нет системы архивации в MySQL, которая бы сказала о какой-то внешней системе, что вот этот бинлог закончен, пожалуйста, его заархивируй. Нам нужно сканировать где-то в кроне, рядом стоять с базой и проверять, а нет ли чего-то готового. И точно так же во время восстановления MySQL там нету restore команда, который мог бы сказать системе, что мне нужны файлы такие-то, такие-то и такие-то. До того, как ты начал восстановление кластера, тебе нужно знать, какие файлы тебе понадобятся. Тебе нужно самому догадаться, какие файлы тебе понадобятся. Но эти проблемы, наверное, как-нибудь можно будет обойти. В докладе я хотел еще сказать о тех случаях, когда в лжи вам в принципе не подходит. Если у вас нет синхронного стендбая, в лжи не гарантирует вам сохранность последнего сегмента. И если архивация отстает, то последних нескольких сегментов истории, что, собственно говоря, является риском. И в этом случае в отсутствии синхронной реплики я бы не рекомендовал пользоваться в лжи. Все-таки в основном он проектируется для облачной инсталляции, которая подразумевает high availability решения с синхронной репликой, которая отвечает за сохранность последних байт закомиченных. Я часто вижу людей, которые пытаются одновременно эксплуатировать и в лжи. Мы поддерживаем обратную совместимость в том плане, что в лжи может восстановить вал из вал-и и может восстановить бэкап, сделанный вал-и. Но поскольку обе эти системы используют параллельный вал-пуш, они начинают красть друг у друга файлы. Если в лжи мы это починим, мы это обязательно починим, чтобы в лжи ни у кого файлы не крал, то в вал-и это все равно останется. вал-и смотрит архив статус, видит готовые файлы и архивирует их. При этом другие системы просто не узнают о том, что этот вал-файл существовал, потому что Postgres не будет пытаться заархивировать его второй раз. Что мы тут починим со стороны вал-жи? Мы не будем сообщать Postgres о том, что этот файл был унесен параллельно, а когда Postgres нас попросит его заархивировать, мы уже будем знать, что такой файл с таким мод таймом и возможно с таким md5 уже был заархивирован и просто скажем Postgres ок, все готово, по сути ничего не делаем. Но на стороне вал-и вряд ли эта проблема будет чиниться, поэтому сделать архив команд, который заархивирует файл и вал-и, и вал-жи сейчас невозможно. Кроме того, есть случаи, когда вал-жи вам не подходит сейчас, но мы обязательно это будем чинить. Во-первых, у нас сейчас нет встроенной верификации бэкапа. У нас нет ни верификации, ни во время бэкапа, ни при восстановлении. Конечно, в облаке это реализуется, но это реализуется просто предпроверкой, просто восстановлением кластера. Хотелось бы дать такую функциональность пользователям. Но под верификацией я предполагаю, что в вал-жи будет возможность восстановить кластер и запустить его, и прогнать смоук-тесты, то есть пг-дамп всего вдевнул и амчек верификацию индексов. Сейчас в лжи нет возможности отложить один бэкап с валами. То есть мы поддерживаем некоторое окно, например, хранение последних 7 дней, хранение последних 10 бэкапов, хранение последних 3 полных бэкапов. Довольно часто люди приходят и говорят, нам нужен бэкап того, что было в Новый год, и мы хотим хранить это вечно. В лжи пока этого не умеет. Ну и у нас нет проверки контрольных сумм страниц и проверки целостности всех сегментов вала при валидации Point-in-Time Recovery. Вот из всего этого я составил проект для Google Summer of Code. Если вы знаете толковых студентов, которые хотели бы пописать что-нибудь на горшечки и получить несколько тысяч долларов от одной компании на букву G, то порекомендуйте им наш проект. Я выступлю ментором этого проекта, и они смогут это сделать. Если студентов не найдется, ну придется просто работать, что поделать, не знаю. Ну в смысле я просто возьму и сделаю это сам летом. Так, ну и у нас есть много других мелких проблем, над которыми мы постепенно работаем. И встречаются довольно странные вещи. То есть, например, если в лжи дать пустой бэкап, он просто упадет с сегфолтом. Сказать, забыкай пустую папку. Там не будет лежать pg-control файла. Он подумает, что я что-то не понимаю. Вот по идее, в данном случае нужно написать нормальное сообщение пользователю, чтобы объяснить ему, как пользоваться тулзой. Но это даже как бы фича не программирования, а фича хорошего, как это сказать, поэтического, не поэтического, ну, короче, доходчивого языка. Мы не умеем делать оффлайн бэкап. Если база лежит, мы не можем ее забэкапить. Но тут все очень просто. Мы называем бэкапы по LSN, когда он начался. LSN у лежащей базы нужно считывать из control файла. Это вот такая нереализованная фича. Многие системы резервного копирования умеют делать бэкап лежащей базы. И это удобно. У нас сейчас не обрабатывается нормально size-limited bucket в S3, потому что мы обычно работаем с большими бэкапами у себя, и вдруг до этого не дошли. Но если вдруг кто-то хочет попрограммировать на горшечке прямо сейчас, добавьте обработку ошибки, недостатка места в бакете. Я обязательно посмотрю pull request. Ну и самая главная вещь, которая нас беспокоит. Мы хотим как можно больше докерных интеграционных тестов, которые проверяют различные сценарии. Сейчас у нас проверяются только базовые сценарии на каждом коммите. Но вообще мы хотим покоммитно проверять всю функциональность, которую мы поддерживаем. В частности, например, нам не хватает поддержки 9.4, 9.5. То есть мы поддерживаем их, потому что сообщество поддерживает Postgres, но покоммитно не проверяем, что все еще не сломалось. И мне кажется, что это довольно серьезный риск. Вообще в LG у нас сейчас работает на более чем тысячи кластеров в внутренней инсталляции менеджер-дейтабейзес и обслуживает, ежедневно бэкапит больше, ну, несколько сотен терабайт данных. В коде у нас очень много тудушек. Если вам хочется его программировать, приходите, ждем pull request, ждем вопросов. Ну, а на этом я жду вопросов вот сейчас. Андрей, спасибо. Пригласил всех поработать. Добрый вечер, спасибо. Я хотел узнать, я так полагаю, что если вы используете ValDelta, то, наверное, вы сильно опираетесь на FPI. И если да, то проводили ли вы тесты вот тот красивый график, насколько он некрасивее становится, если FPI выключить? FPI… Full page, write. FPV, FPW. FPV, full page image. А, окей. Full page write у нас выключен, мы его не… включен, мы не пробовали его выключать. Ну, то есть, я как разработчик не пробовал выключать системные администраторы, которые исследовали, наверное, исследовали этот вопрос, но нам он необходим, full page write. Да, маленькое замечание, что его практически никто не выключает, потому что иначе невозможно взять бэкап со stand-by. Поэтому, как бы, я не знаю, кто вообще на него обращает, но там даже помечено, то есть, если его выключим, то тайно stand-by не будет информации, чтобы взять с него бэкап. Я считаю, это практически снятый из повестки параметр. Следующий вопрос, да? Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первый вопрос, он про то, что будет с табличными пространствами. Мы ждем pull request. Наши базы живут на SSD, NVMe дисках, и нам просто эта фича не очень нужна. Я вот прямо сейчас не готов потратить серьезное время на то, чтобы ее сделать хорошо. Я всеми руками за то, чтобы мы это поддержали, но пока что есть люди, которые это поддержали, но поддержали в том виде, как это подходит для них. То есть, сделали fork в лжи, себе набили функциональность. Андрей, по-моему, я не помню фамилию сделал это. Вот, я пришел к нему с вопросом, может быть, ты сделаешь pull request? Он сказал, может быть. Вот. И, видимо, его база работает, и как бы зачем ему что-то еще делать? Ну, то есть, не знаю. И второй вопрос. Ты в самом начале сказал, что в лжи полагают, что он работает один и обертки не нужны. Вот я сам использую обертки. А почему их не следует использовать? Мы хотим, чтобы он был простым, как балайка. Это означает, что тебе вообще ничего кроме балайки не надо. Вот эти четыре струны. Короче, мы хотим, чтобы система была простой. Если у тебя есть функциональность, которую тебе необходимо сделать в скрипте, приходи, рассказывай, сделаем ее на горшечке, напишем. Ну, в смысле, чтобы вот ничего не надо было. Добрый вечер. Спасибо за доклад. У меня... Я тут совсем рядом. У меня такой вопрос. У нас не получилось заставить работать в лжи с гпг-дешифрованием. Шифруют нормально, дешифруют, дешифровать не хочет. Это у нас, что-то не сложилось. Дивнулась и сервис это называется, когда нельзя расшифровать бэкап. Вот. Ну, ситуация такая. Удручающая немножко. Создавайте еще на гитхабе, давайте разбираться. То есть... То есть, не сталкивались с таким. Там есть особенность, скажем так, репорта ошибок, что когда в лжи не понимает, что это за файл, он спрашивает, может быть, он зашифрован? Вот. Возможно, проблема совсем не в шифровании. Вот я что хочу сказать. Я тут хочу поправить логирование на эту тему. Расшифровывать он должен. На эту тему мы немножко работаем сейчас в том плане, что не очень нравится, как организована система получения публичных и приватных ключей, потому что мы вызываем внешний GPG для того, чтобы он нам отдал свои ключи. А потом мы эти ключи берем и передаем внутреннему GPG, который OpenPGP, который к нам вкомпилирован во внутрь в лжи. И там вызываем шифрование. Вот в этом плане мы хотим систему улучшить и хотим поддержать шифрование Lipsodium. Ну, как я говорю, мы хотим. На самом деле, это человек Игорь Савичев, который пришел, сказал, что я хочу сделать. Он делает. Остальные, может, не очень хотят. Конечно, расшифровывание должно работать. Давайте разбираться. Больше симптомов нужно. Причем просто пара слов. Можно тут как-нибудь собраться в комнате докладчика и посмотреть на систему? Приходите, я завтра здесь буду. Ну, или можно сейчас в бар пойдем. Объявление сразу организационное. В 7.30 будет фуршет. Там сразу на продакшен и это. Привет. Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первый, я хотел спросить, у меня есть странное желание для того, чтобы сливать ну, бейсбекап делать и волок в два провайдера. То есть, я, например, хочу в одно волок и в другое. То есть, есть какой-то странный способ это сделать? Сейчас этого нету, но идея интересная. Просто я, например, одному не доверяю, но мне хочется в другом на всех случае иметь тоже. Идея интересная, технически реализовать это совсем несложно. Чтобы идея не потерялась, можно попросить сделать ишью на гитхабе? Да, без проблем. Вот. И тогда, когда придут студенты на гугл сам ровкод, мы просто им сразу в проект добавим, чтобы было больше работать, чтобы больше получить от них. Да, и еще второй вопрос. Там была такая проблема, она есть еще на гитхабе, он, по-моему, закрыт уже, с тем, что иногда возникает паника при ресторе. И чтобы ее победить, ты там делал отдельную сборку, там она прямо лежит вышью. И есть варианты, типа переменной окружения там в один поток, что мы это делали. И очень медленно по этому работают. И как бы мы сталкивались с этой проблемой и пока так не починилось. Так, 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 Андрей, что это такое? Насколько я знаю, на СЕФИ воспроизводится ко мне вот в Телеграм приходил Юрий Лях и писал про это много. Не знаю. Проблема в том, что почему-то хранилище сбрасывает соединение, когда мы к нему приходим с большим параллелизмом. Что с этим можно сделать? То есть, ну, мы ретраиваем до посинения, ну, то есть, логика ретраев выглядит следующим образом. Мы пытаемся загрузить файл заново, то есть, вот за один проход у нас сколько-то файлов не загрузилось, мы сделаем второй для всех тех, кто не зашел. И пока хотя бы один файл за итерацию загрузился, мы повторяем и повторяем и повторяем. Мы дорабатывали логику ретраев, добавили там всякие экспоненшнл быков и всяких разных других вещей, но не совсем понятно, что делать с тем, что соединение просто обрывается со стороны системы хранения. То есть, когда мы закачиваем в один поток, она эти соединения не обрывает. Что мы тут можем улучшить? Ну, у нас сетевой тротлинг у нас есть, то есть, мы можем каждое соединение ограничить по количеству байт, которое оно отправляет. Вот в остальном, как бороться с тем, что система, что объектное хранилище не дает нам параллельно в него закачивать или из него выкачивать, я не знаю. Ну, то есть, кажется, что это фичи системы резервного копирования, системы хранения, что она ограничивает… А нету никакого SLA не описано, как они позволяют тебя мучить, не описано у них? Суть в том, что обычно это как бы люди, которые приходят с этим вопросом, у них обычно свое хранилище. То есть, с Амазоном или Google Cloud или Яндекс.Обжект.Сториджем никто не приходит, потому, не знаю, может просто их мало используют, но… Возможно, вопрос именно уже не к ваше, к чему-то еще. Вопрос тут в данном случае неважно к кому. То есть, если есть какие-то идеи, как с этим бороться, давайте мы это сделаем в LG. Но пока у меня хороших идей, как с этим бороться, нету. В ванильных реализациях S3 этого не воспроизводится. Есть некоторые обжект-сториджи, которые по-другому поддерживают… Ну, похожая проблема. По-другому поддерживают листинг бэкапов. Ты их просишь перечислить объекты, а они туда добавляют еще фолдер. В LG при этом тоже пугается такой, тут есть какая-то штука, которая не файл. Я не могу ее восстановить, значит, бэкап не восстановился. То есть, на самом деле у тебя лежит полностью восстановленный кластер, но он тебе возвращает exit статус ошибочный, потому что обжект-сторидж вернул какую-то странную еще информацию, которую он не до конца понял. Просто это случилось… Ну, на кастомном, да, это в облаке мейла случилась такая штука возникает. Ну, если можно построить reproduc, то… Оно стабильно воспроизводится. То есть, если не выключить… Напиши Андрею. Да, хорошо. Спасибо большое. Если есть reproduc, то я думаю, что мы поэкспериментируем со стратегиями ретраев и придумаем, как ретраить или понимать, что от нас требует вот это вот облако. Может быть, оно вот нам стабильно на трех, например, соединениях не будет рвать соединения. Тогда мы будем аккуратненько доходить до трех, потому что сейчас мы соединения бросаем очень быстро, то есть, там экспоненциально сокращается оно. Если ты запустил восстановление в 16 потоков, то после первого же ретрая там будет 8 потоков, 4 потока, 2 потока и 1. И дальше он будет по файлику тянуть вот в один поток. Если есть какие-то магические значения, типа там в 7,5 потоков лучше всего качается, то мы будем на них задерживаться и пробовать еще в 7,5 потоков. Вот такая идея есть. Как выглядит… Спасибо за доклад. Как выглядит, не знаю, полный workflow работы с VOLG, то есть, там, не знаю, в каком-то совсем дурацком случае, когда дельта по страницам нет, ну, наверное, представление, что он в чем-то вроде Point in Time, в случае моем, мы просто берем, снимаем какой-то начальный бэкап, потом архивируем в VOL до посинения. Здесь, я понимаю, у вас есть какая-то разбивка, в какой-то момент нужно сделать дельта бэкап страниц, то есть, какой-то внешний процесс это драйвит, или как это случается? API дельта бэкапов довольно простое. Ты говоришь, что ты допускаешь до там, ну, то есть, там есть число, Max Delta Steps, что ли, как-то так называется. По дефолту оно в нуле. Это означает, что каждый раз, когда ты делаешь бэкап push, оно закачивает полный бэкап. Если ты его меняешь на любое положительное число, ну, например, на три, то когда в следующий раз ты делаешь бэкап push, оно смотрит историю предыдущих бэкапов, видит, что у тебя предыдущие, что ты не превышаешь цепочку в три дельты и делает дельту. А, то есть, каждый раз, когда мы говорим, запускаем в LG, он пытается сделать полный бэкап. Нет, мы запускаем в LG и он пытается сделать дельту, если это разрешено твоими политиками. Окей. Спасибо. То есть, грубо говоря, если каждый раз его запускают с нулем, он просто будет вести себя как PG-base backup просто немножко по другому. Нет, он все равно будет быстрее, потому что он использует сжатие и параллелизм. Но идеологически, нет, все равно, он не будет, бэкап тебе рядом положит вал. LG рассчитывает на то, что у тебя настроена архивация и будет тебе выдавать варнинг, если она не настроена. Но бэкап можно запустить без валов. Ну, да, тогда они будут вести себя почти одинаково. Base backup копируют на файловую систему. Ну, а, кстати, и новая фича, я забыл сказать, да, мы можем тоже теперь как base backup на файловую систему бэкапиться. Не знаю, зачем это надо, но вот это есть. Ну, например, на CFFS, потому что не все хотят CFF object storage конфигурировать. да, ну, вот, наверное, поэтому и задавали вопрос про эту фичу. Ну, в смысле, чтобы мы ее сделали уже и мы ее сделали. Спасибо. Так, еще вопросы? Еще вообще время есть, в принципе. Если никто не торопится в бар, то еще есть. пять минут. Спасибо за доклад. Есть вот как раз вопрос по поводу копирования на файловую систему. То есть, из коробки вы сейчас поддерживаете уже копирование на remote storage, который, ну, например, просто там какая-нибудь полка в цоде или еще что-нибудь. На самом деле, вот в такой формулировке сложный вопрос, поддерживаем ли мы. Да, мы поддерживаем, но эта функциональность еще не включена ни в один релиз. То есть, все пререлизы существующие это поддерживают, но в релизных версиях эта функциональность добавлена в версии 0.2. Она обязательно скоро окажется в релизе, как только мы починим все известные баги. Ну, вот прямо сейчас это можно сделать только в пререлизе. В пререлизе есть два бага, наверное, не очень хорошо так со сцены говорить, но ладно, есть два бага, короче, проблема с восстановлением в VAL-E мы не починили и есть в последнем при релизе добавлен баг про дельта бэкапы, поэтому мы всем рекомендуем пользоваться релизными версиями. Как только в пререлизе перестанут находиться баги, можно будет сказать, что да, мы поддерживаем Google Cloud, S3 совместимые вещи и файловый сторидж. Ну, да, вот. Ясно, спасибо. Спасибо Андрею. До завтра. А вот еще вопрос последний, наверное. Привет, спасибо за доклад. Как я понял, LG это не централизованная какая-то система а-ля бармен, а вообще планируется вот в этом направлении двигаться? Проблема в том, что мы ушли от этого направления. Изначально у нас было, ну, то есть, когда, да, LG живет на хосте базы, на хосте кластера, причем на всех хостах кластера. Когда мы перешли там несколько тысяч кластеров, у нас было много бармен, инсталляции бармена, и каждый раз, когда в них что-то разваливается, это прям большая проблема, потому что их нужно чинить, нужно понять, какие кластера теперь не имеют бэкапов. В направлении физического железа под системой резервного копирования мы разве… Ну, я развивать в LG не планирую, если как бы сообщество вокруг захочет какую-то функциональность здесь, я ничуть не против, но вот в наших сценариях использования у нас есть команды, которые отвечают за storage. и нам так хорошо от того, что это не мы, что есть специальные люди, которые кладут вот эти наши файлики где-то, где файликом безопасно. Делают там всякие хитрые кодирования, так, чтобы оно выдерживало потери какого-то количества файлов, делают, отвечают за пропускную способность сети, и, ну, когда у тебя есть бармен, у тебя неожиданно может выясниться, что в один и тот же сервер съехались маленькие баски с большим трафиком. У тебя вроде на нем куча места, но почему-то не влазит все через сеть. Может оказаться наоборот, сети много там, процессорные ядра есть, память есть, но диски здесь кончились. Вот, и вот эта необходимость жонглировать чем-то, она нам надоела, и мы перешли к тому, что хранение данных это как бы отдельный сервис, за который отвечают отдельные специальные люди. Понятно, спасибо. Ну все, Андрей, до завтра тебя. Всем спасибо. Да, все.